Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сегодняшняя Евангелие повествовало нам о том, как после насыщения пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами ученики отправились по Галилейскому озеру на другую сторону, а Спаситель остался на той же стороне, взошел на гору и молился Своему Отцу Небесному. И вот, когда ученики ночью, как говорит нам, в четвертую стражу Евангелия, четвертая стража, вообще нужно знать, что в Древнем Риме время ночное и дневное разделяли на стражи. Ночную стражу, вернее, ночное время на четыре стражи и дневное на четыре. Каждая стража по три часа. Это значит, что были стражники, которые сменялись каждые три часа. И вот четвертая стража, это уже рассвет, перед рассветом. И вот начался сильный, страшный шторм. И ученики были в страхе и ужасе. Их небольшая лодочка тонула. И вот они видят идущего по морю, как они посчитали призрака. От этого они еще больше испугались, потому что всякий еврей считал, что если он видит какие-то призраки, это значит, что смерть близка. То есть он как бы видит уже духовный мир. Но этот призрак обратился к ним, потому что это был не призрак, а сам Спаситель. С такими словами, не бойтесь, это я. Когда они услышали знакомый голос, они успокоились. Тем более Спаситель сказал, дерзайте, не бойтесь, это я. И апостол Петр решается, дерзает. Просить у Спасителя идти Христу навстречу по морю. И Господь говорит ему, иди. И он начинает идти по морю. Конечно, сложно себе представить, что происходило в душе апостола Петра. Потому что никто из нас по морю никогда не ходил. Но поначалу это была, конечно, сильная вера, потому что он шел. И он смотрел на Христа. И от этого вода становилась твердой, как земля. Но в какой-то момент что-то пошло не так в его душе. И он начал сомневаться, колебаться. Христос определил это, как маловерие. Зачем ты усомнился, маловер? Сказал ему Спаситель, когда он начал тонуть. И вот Христос протягивает руку ему. Понимаете, вот Господь, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, протягивает руку, человеческую руку, утопающему Петру. Петр хватается за эту руку и чувствует, что эта рука извлекает его из бездны. Нам тоже очень хотелось бы почувствовать руку Божию. Хотя рука Божия всегда протянута к нам. Но, к сожалению, у нас так маловера в жизни, что мы не чувствуем эту руку Божию. Потому что, если бы мы ее почувствовали, то наша вера укрепилась бы. И вот давайте попытаемся это Евангелие как-то соотнести с нашей жизнью. Вообще, вот море по Иоанну Златоустову, это вообще житейское море. Всякий шторм житейского моря напоминает нам вот это море, по которому ходил апостол Петр и Христос. И когда мы, братья и сестры, видим перед собой штормящее житейское море, то нас это должно даже вдохновить. Потому что Господь говорит нам, «Если вы услышите о войнах и военных слухах, не бойтесь, не ужасайтесь, поднимите головы ваши, потому что пришло избавление ваше». Особенно Бог находится всегда в сердцевине шторма, в сердцевине всевозможной исторической бури, скорбей и печали. И вот человеку нужно сделать шаг навстречу этому шторму, навстречу страху, навстречу опасности. И когда человек делает этот шаг, то страх, ужас отступает. Но если мы не способны сделать этот шаг навстречу страху, то тогда будет страх наступать на нас. И он настолько будет наступать, насколько мы будем отступать. Вы понимаете, что принёс нам Господь в этот мир? Он принёс нам совершенно другую шкалу ценностей и другое представление от жизни. Если обычного человека всевозможные страхи устрашают, то верующего человека страхи вдохновляют. Если только человек начнёт всего этого бояться, он будет убегать, как, помните, псалмопевец говорит, будет убегать грешник от страха. И никто не будет гнаться за ним. Он будет гоним собственным страхом, собственным ужасом, который рано или поздно станет болезнью человека. В Акафиске Иисусу Злочайшему, который составили Исихасты, есть такие слова. «Бурю внутрь, имея помышлений сумнительных, утопаше Петра». То есть он тонул, и каждый из нас тонет в житейском море, от того, что имеем бурю внутрь, помышлений сумнительных, то есть сомнений всевозможных и страхов. Если хотите, христианин вообще не боится. Сегодня мы чествуем память святых страстотерпцев Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Это сыновья равнопостольного князя Владимира, крестителя Руси. Борис и Глеб – это первые святые, которых русская православная церковь канонизировала. Ничего подобного за всю историю церкви до этого не было. То есть не было такого лика, чина святых, как страстотерпцы. Церковь знает мучеников, великомучеников, священно-мучеников, преподобно-мучеников. Но церковь не знает страстотерпцев, не знала, вернее сказать, до того момента, как были канонизированы Борис и Глеб. Это совершенно юные, молодые люди. И вот святополк, как его церковь и вообще люди назовут позже, окаянный святополк. Их родной брат. Он принял решение убить своих братьев для того, чтобы все достояние досталось после смерти равнопостольного князя Владимира ему. И вот когда узнал Борис, старший брат Глеба, когда узнал о том, что святополк задумал такое коварство, он отсылает от себя всех. Остался с ним только по преданию, разные предания есть, но говорят, преданий, что совсем осталось мало, а некоторые говорят, вообще один слуга венгру. И Борис не хотел, чтобы кто-то пострадал еще, кроме него. И он целую ночь молился и просил Господа, чтобы Господь принял его к себе. Он был подобен Христу в этот момент. Именно этим отличаются страстотерпцы от мучеников. То есть мученики – это те, которые страдают за Христа, а страстотерпцы страдают как Христос. Невинно. То есть напрямую они не пострадали за Христа, они не были подвержены каким-то гонениям, как вот мученики, а он пострадал от своего родного брата. И он молился, как Христос, в Гефсиманскую ночь. И когда пришли убийцы и стали его пронзать копьями, он говорил, дайте мне еще минуту, чтобы я мог помолиться. Они отступили. Он молился. И он говорит, делайте, братья, на что вы пришли, и пусть моему брату, святополку, будет мир. Вот удивительная сила духа, сила любви. Вот мы здесь, на этом примере, видим, насколько любовь, насколько настоящий христианин, настоящий христианин имеет огромную силу. Он готов отдать себя на растерзание, на съедение и благословлять своих обидчиков и распинателей, как Сын Божий Спаситель молился своему Отцу. Отче, прости им, потому что они не знают, что делают. И вот когда мы слышим эти заповеди, что если тебя ударили в левую, подставь правую, конечно, это не про нас. Это про таких людей, как Борис и Глеб. Потому что именно эти люди имели вот эту силу духа. Они настолько были отстранены от своей плоти, они были настолько привязаны к Богу, что готовы были принять от Бога любую волю Его святую. И, конечно, нас тоже, братья и сестры, маленькие или большие штормы беспокоят в жизни. Но как только что-то начинает происходить с нами такое, мы начинаем от этого стараться поскорее избавиться. вместо того, чтобы помолиться и именно выждать тот момент, когда Бог нам пошлет свою помощь и свое благословение. Потому что человек, который находится в скорби, он чувствует сильную руку Божию. И поэтому эти люди очень верующие, которые несут крест. А кто в жизни креста не несет, тот вообще Христа не понимает в жизни. Вот мы же несем крестик на груди, это значит, что мы несем крест его. А если мы постоянно пытаемся уйти от креста, значит, тогда мы не понимаем вообще, кто такие христиане и кто такой Бог. Потому что Господь укрепляет только тогда человека, когда он находится в скорби. А если человек находится в радости, собственно, ему Бог и не нужен. Он от Бога отказывается часто. Он говорит, зачем? Я все сделал сам. Я сам все могу. Потому что слишком хорошо в жизни этого человека. И поэтому мы всегда должны понимать, что самое главное, братья и сестры, в жизни, самое главное, оно начинает замечаться только тогда, когда мы начинаем чувствовать, что и понимать, и осознавать, что мы несем крест. Вот если этого не осознаем, не поймем, значит, тогда мы и Бога не поймем. Потому что Он был Богом крестоносцем. Он нес крест. И вот всякое житейское море, по которому мы идем, дай Бог, братья и сестры, чтобы оно воспринималось нами, как море, которое подвластно Богу. Ведь что было еще очень важно вспомнить. Перед тем, как Спаситель сказал апостолу Петру, иди по морю, то был тоже один случай на море. Спаситель спал на корабле, когда они плыли тоже на другую сторону по этому же морю. И вот в этот момент начался шторм. Кораблика прокидывала. А Спаситель в этот момент спал. И вот возникает как бы вопрос. Мы же нигде вообще в Евангелии не видим, чтобы Христос где-то спал. Нигде не видим. И Он спит в самом некомфортном месте. Он спит на штормящем корабле, который заливаем водой. Апостолы в ужасе, в панике. А Он спит. Это удивительный момент. Что Бог, Он настолько имеет внутренний мир, в Нем нет никаких помыслов, в Нем нет страха, в Нем нет ничего. И поэтому, что бы ни происходило, это все не представляет страха никакого для Него. И вот, когда разбудили Христа апостолы, они сказали, почему ты спишь, почему ты ничего не делаешь, видишь, мы погибаем. И тогда Господь сказал только несколько слов. Умолкни, пристань, обращаясь к шторму. И тотчас наступил штиль. И вот, несмотря на это, им было послано второе испытание. Нам тоже часто посылается второе, третье испытание. Для того, чтобы закрепить нашу веру. А мы говорим, не слишком ли много. Но Господь хочет подвести к такому состоянию, где не будет помышлений сумнительных. Где мы будем абсолютно спокойны во всех обстоятельствах жизни. Потому что неизвестно, какие еще они будут, эти обстоятельства жизни. И что нам уготовано, через что нам предстоит пройти, мы не знаем. Поэтому Господь нас к этому готовит. И посылает разные нам испытания. Просто нужно попытаться понять, что это от Бога. И что в сердцевине этого шторма находится Христос. Вот если мы это поймем, то тогда мы поймем вообще, чего хочет от нас Бог. Мы поймем, как говорит Бог. В нашей жизни, в жизни других людей, мы начнем Бога понимать. И наша молитва станет тогда другой. Но если мы не пройдем через это, то мы ничего не поймем в жизни. И так будем мучиться по жизни. Потому что нам будет всегда кажется, что кто-то ущемляет нашу свободу, кто-то нам недоплачивает, кто-то нам не помогает, кто-то не сочувствует и не сожалеет. Мы будем во всем видеть череду бессмыслицы. Мы будем всегда говорить, как жесток мир, вместо того, чтобы за всем этим инструментом увидеть Христа. И тогда мы возрадуемся. Потому что когда Христос явил себя апостолу Петру в этом шторме, то мы видим, как сразу апостол Петр успокоился. Он успокоился, он ушел спокойно, как дитя навстречу своему отцу. И поэтому поднимите головы, ваши братья и сестры. Не бойтесь. И не бойтесь, начните с маленьких страхов. Никогда не принимайте этого. Потому что больше всего обращений в Библии к человеку, которые звучат так, не бойтесь, не бойтесь. А в Новом Завете еще сказано так, не бойтесь, ибо Я победил мир и все, что в мире. На этом примере мы видим, как Он побеждает. Он побеждает силой любви. Потому что ведь давайте посмотрим положительным взглядом на мир. Что такое свет? Это всегда отсутствие, прежде всего, тьмы. Это прежде всего победа света над тьмой. Что такое красота? Это прежде всего победа над уродством. Что такое мудрость? Это прежде всего победа над безумием, глупостью и нерассудительностью. Что такое жизнь? Это победа над болезнью и смертью. И вот если мы в своей жизни ощущаем это, то это значит, что Бог побеждает. Это уже побеждено. И дай Бог, чтобы именно такое было у нас ощущение. А не просто, ну это естественно, ну это всем понятно, так и должно быть. Да ничего подобного. Потому что за всем материальным стоит Христос, стоит наш Господь. Дай Бог, чтобы мы это чувствовали. Всем вам, братья и сестры, Божье благословение на предстоящую трудовую неделю. Редактор субтитров А.Семкин